Слава Украине! Привет Симон Полонского! Ребята, очень интересные новости от посольства Соединенных Штатов Америки. Я, кстати, этого не знал, а вот посол США в Украине знала, Бриджит Бринг. Вот она сегодня написала, что 100 кораблей воспользовались коридором безопасности. Имеется в виду, конечно же, гражданских кораблей, сухогрузов. 100 кораблей воспользовались коридором безопасности в Одессу, в порты Большой Одессы, а также Измаил. С тем, чтобы Украина не потеряла свою торговлю. Таким образом, мы смогли экспортировать огромное 100 кораблей. Представьте себе, самый большой из них, по-моему, был там за сотню тысяч тонн. Дедвейтом. То есть, это были огромные корабли. Были там, допустим, такие небольшие, типа река-море, 3-5 тысяч тонн в это измещение. Дело же не в тоннаже. Дело в том, что торговля идет полным ходом, без участия фашистской России. Российские корабли вообще боятся зайти даже в западную часть Черного моря. Посмотрите, они только не успеют подплыть, сразу же получают в бочину нашим замечательным морским дронам. Фактически, наши морские дроны уничтожили, они только 8 кораблей уничтожили, российских военных. Они их просто разогнали и смыли, смыли с театром военных действий в Черном море. Не существует. Где российские военные корабли? Выскочат километров за 300-400 от берега, пульнут калибром и удирают. Шуашгай шумит. А о том, чтобы, знаете, ждать где-то на какой-то точке, ждать гражданские корабли. И досматривать их там, лазить по каютам. Да какой? О, черта. И там не появляется. Если они там будут где-то стоять, больше нескольких часов, им в бочину прилетит. 8 кораблей наши дроны у Кондропупеля, да? Так вот, друзья мои, и что интересно, когда мы это делали вместе с Россией, вы помните, да? То фашисты не давали нам ничего экспортировать, кроме зерна. Вот только зерно и все. А сейчас все, что хочешь? А мы их вообще не... Мы чхать на Россию хотели. Что такое Россия? Это пу! Вообще ничего. Пускай гавкают из болот, там, что хочет, то и делает. А у нас корабли идут с теми товарами, которые нам нужны. Поэтому поздравляю всю Украину, поздравляю Одесситов. Конечно, неприятно вот это с либерийским сухогрузом, в который прилетела российская ракета Х-51. Погиб наш Лосман. Погиб и, по-моему, ранено три члена экипажа. Это очень, конечно, плохой эпизод. Но, видите, они боятся, они боятся что-то еще сделать. И я скажу так, если они продолжат нападение на гражданские суда, мне почему-то кажется, что через, говорю, Стамбул, через Босфор они ходить не будут. Они будут плавать, как жабы, плавать, знаете, по Азовскому морю. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Да, и по восточной части Черного моря. Но и это не точно, потому что наши дроны достанут туда запросто. И скоро расисты это существуют на своей школе. Всем пока, Украина.